Вовлечение молодёжи в процесс принятия решений. Основная идея проекта, реализованного в районе Басарабяска, общественным объединением «Женский клуб Голубка». В рамках данного проекта было создано четыре консультативные комиссии, которые будут заниматься молодёжными политиками на местах. Они были образованы в городе и трёх сёлах района. «Я думаю, прежде всего, консультативный совет сам станет рычагом взаимодействия местных публичных властей с молодёжью. Я очень надеюсь, что город будет прислушиваться к мнению консультативного совета, потому что надеюсь на инициативность молодёжи, на их активность и на умение доказать, что то ли иное действие, которое хочет сделать молодёжь, она сможет сделать, сможет реализовать и будет активно взаимодействовать и с нашими местными властями». «Тое, что зда всё, что здесь находится находится в городе, чтобы сделать необходимые свои решения с принципием, с действиями и с поддержкой общения технической sahμε. Мы имеем в первую очередь, и мы поддерживаем все. Мы поддерживаем все идеи, инновативные и хорошие для тенера. Потому что это нашу счет. С уверенно, мы будем проработать некоторые идеи, и дальше, к консилию СОТЕСК. Я уже включен в активности, в проекты. Я ищущие тенеры, и, возможно, это будет более успешно прийти к их руке, и я смогу понять, Сегодня у молодых людей есть масса возможностей, чтобы проявить себя, но они об этом мало знают. Так считают эксперты, которые помогли команде проекта в формировании консультативных комиссий и разработке регламента для их функционирования. Это больше на национальном уровне работает, поэтому необходимо эту практику, я думаю, привносить и в местные органы власти. У нас молодые, на самом деле, активные, просто они не знают о том, что такая возможность есть, они плохо проинформированы. Вот сегодняшняя цель этого тренинга, проинформировать их о такой возможности, чтобы они заявили о себе, чтобы они знали о своих правах и чтобы они научились отбрать ответственность за перемены в своем населенном пункте. Принесли, что все люди делают решения, но тенерируя не знают о том, что делать в саде. Может, он хочет сделать что-то для его района, но не знает на что ущи они будут, что источники они нужны. В последнее, эти активности будут формы группы в инитиве, которые работают в территории и будут выполнять эти проекты и эти идеи, которые получат. По словам участников тренингов, они узнали много полезной для себя информации и будут применять полученные знания на практике. Я собираюсь активно участвовать в этой деятельности, она меня заинтересовала. Я хочу принимать активное участие в деятельности города и быть голосом народа. Я собираюсь мембрая, потому что в связи с проблемами общества, я думаю, что мы сможем получить какие-то особые результаты. В рамках комиссии я хотела бы реализовать идеи, которые будут направлены на взаимодействие местных органов власти и молодежи, так как я думаю, что вместе мы сможем достичь какого-то особого результата. В ходе тренингов по планированию каждая консультативная комиссия разработала для себя план работы на два года. Администратор общественного объединения «Женский клуб Голубка» Раиса Воронюк заметила, что молодежь в городе оказалась активнее сельской, и этому есть объяснение. Городская команда по сравнению с сельскими командами молодежи была более креативной, более открытой для общения и более такой конструктивной. Сельские команды ребята стесняются, не так активно включаются в процесс обсуждения, и мы видим причину в том, что в городе есть молодежный центр, который работает с молодежью, в городе есть специалист по работе с молодежью, и это тоже сказывается на том, что городская молодежь вовлекается в молодежные проекты более активно и более открыто к сотрудничеству. К сожалению, в селах этот процесс немножко отстаёт, и надеюсь, что наш проект поможет сдвинуть с мёртвой точки и ситуацию в селах. По словам Раисы Воронюк, сейчас дело за консультативными комиссиями, которым предстоит воплотить в жизнь намеченные ими планы. В течение двух лет необходимо реализовать порядка 12 мероприятий. В каждой группе мы обещали, что если у них будет желание написать какой-то проект, проектную заявку, мы им обязательно будем оказывать помощь. Если у ребят будет желание обучиться написанию проектов, Голубка снова подставит своё крыло, мы их научим, как это делать, мы знаем, умеем это делать, и можем научить и молодых людей. Мы также будем отслеживать молодёжные программы и вовлекать эти группы, комиссии, которые мы создали, в написание и реализацию молодёжных проектов. В рамках проекта «Вовлечение молодёжи в процесс принятия решений» было разработано и отправлено письмо в органы центральной власти, в котором его авторы обосновали необходимость включения в штаты всех примарий специалистов по работе с молодыми людьми. Проект реализован общественным объединением «Женский клуб Голубка». В рамках проекта «Потенциал местных молодёжных организаций Молдовы», внедряемый Национальным советом молодёжи Молдовы в партнёрстве с Национальным советом молодёжи Дании при финансовой поддержке New Democracy Fund. Продолжение следует...